Прошла очередная итоговая пресс-конференция главы государства. С точки зрения информации, это знаковое событие. Ожидания были значительными, и они оправдались. Мы, журналисты, получили пищу для плодотворной работы, как говорится. В частности, только ленивый не обсуждает и не анализирует судьбу Ходорковского, братского украинского народа, будущее олигархов, чьи капиталы должны покинуть офшоры, и будущее российской банковской системы, в которой идет процесс чистки. И это все, что нас интересует, если говорить, например, о проблемах экономики и социальной сферы. Парадокс заключается в том, что с каждым годом качество вопросов президенту становится все хуже и хуже, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Нам не о чем поговорить с Путиным. Ну, а что дальше? Что после такой пресс-конференции получает обычный россиянин? Повод лишний раз подумать, что происходит, где я живу, кто управляет моей страной, какое будущее ждет меня и моих детей. Мои ответы, по крайней мере, вот те, которые я даю сам для себя, на эти вопросы крайне пессимистичны. Здравствуйте, в эфире программа «Абсурды» в студии Александр Вейкер. У нас в гостях заведующий отделом политики интернет-журнала «Новая политика» Максим Артемьев. Здравствуйте, Максим. Добрый день. Депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева. Здравствуйте, Оксана Генриховна. Добрый день. И политолог Сергей Гавров. Здравствуйте, Сергей. Добрый день. Вы, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашему разговору по телефону 65 10 99 6, код города 495. Какой вывод вы сделали для себя после пресс-конференции президента? Оправданы ли ваши ожидания? Понимаете ли вы ход развития страны и ее экономики? Пишите нам на сайт также финам.фм на страничку программы «Абсурды». Но сначала давайте поймем, что наши гости полезного узнали от президента, оправданы ли их ожидания. Оксана Генриховна. Вы знаете, пресс-конференция, она происходила через несколько дней после послания президента. Федеральному собранию. Да, федеральному собранию. Поэтому там из экономических вопросов, какие-то принципиально новые, новые, ну, пожалуй, только касательно социальных норм. Потому что и вопросы офшеризации были рассмотрены в послании, из тех, к которым я отношусь позитивно. И вопросы экономического роста, они тоже частично были затронуты. Но Путин начал вообще с экономических показателей за последний год. То есть он зачитал полностью справку, я так понимаю, мы подготовили. Ну, справка, понимаете, это как соотноситься к тому, что у вас стакан наполовину пустый или наполовину заполнен. Потому что что значит полтора процента экономического роста? Это ровно в два раза меньше, чем планировали. И в два раза меньше, чем темп роста мировой экономики. И при этом мировая экономика не в кризисе. Потому что нам же все время объяснял, и бывший министр финансов, что вот сейчас мировой кризис, вторая волна кризиса, нефть упадет до 60 долларов за баррель, то осенью 2012 года, то осенью 2013. То есть он все время прогнозировал какой-то катастрофический сценарий, мировой. В том числе и повторял это и премьер-министр, и, в общем, и президент говорил ранее о том, что вторая волна мирового кризиса. Я придерживалась обратной позиции, и все время мы фиксировали альтернативных бюджетов. Скажем так, в мировой экономике трудности, да? В мировой экономике я четко фиксировала и на 2012, на 2013 год, и на 2014. Мировая экономика находится в положительной стадии экономического роста. И Европа в том числе? То есть вы Европу причисляете? Нет, ну что значит? Мы говорим мировая экономика в среднем мире. Хорошо, то есть нет исключений? Средний. Средний, хорошо. Мы, когда говорим мировой кризис или не мировой кризис, мы оцениваем абсолютно точно плюс у нас в мировой экономике, либо минус. Потому что в той же самой Европе локомотивом является в еврозоне Германия, которая выходит в положительную зону. И в зону 0 плюс выходит Франция. Конечно, есть страны, у которых отрицательные результаты в этом году и в будущем. Но в целом локомотивом мировой экономики на будущее выступают, ну вот новые экономики по-прежнему, которые темпы роста может чуть-чуть замедляются, но все равно достаточно высокие. Но мы выглядим слабо, очень слабо. Мы выглядим неоправданно слабо. Потому что, что значит полтора процента, когда мировая экономика растет 3% и цена на нефть не снижается. Но подробности мы расшифруем чуть позже. Вот в целом, как вы оцениваете пресс-конференцию с точки зрения экономики? Недостаточно было вопросов. Либо вы ожидали чего-то больше. Ну понятно, Ходорковский это такой некий Раэль в кустах был, о котором мы узнали в самом конце. Конечно, ситуация в экономике не была раскрыта. Я удивляюсь вопросами с мест, они какие-то были достаточно странные, потому что представители региональной прессы, они должны были задавать вопросы по состоянию отраслей специализации в своих регионах, по ситуации в моногородах. У меня такое впечатление, что они были просто неготовы. По ситуации фактического спада производства и объективного сокращения рабочих мест, потому что на самом деле у нас спад идет. И мы видим это по бюджету, это очень видно, потому что по несырьевым, ненефтяным доходам у нас меньше существенно, чем планировалось, и даже меньше, ну вот или примерно в ноль идет по сравнению с прошлым годом. Но есть же еще инфляция. То есть если мы адекватно сосчитаем инфляцию, то не по сырьевому сектору, и исключим цену, рост цены на нефть и газ, вернее не рост ее, а она больше, чем планировалось в бюджете, то там мы видим просто откровенный спад производства. Давайте, коллега, послушаем. Максим, что вы думаете? Я бы хотел сказать, возможно, в вашем предварительном слове на это был намек, о том, что налицо перед нами, если говорить о пресс-конференции Путина в том формате, в котором мы привыкли его воспринимать, кризис жанра. Уже не было каких-то лично у меня больших ожиданий. Дальше, если судить по вопросам журналистов, что вот Оксана Генриховна сказала, тоже у них вопросы были уже пережеваны, одни и те же лица, мы видим, повторялись в предыдущих пресс-конференции. То есть кризис жанра налицо. Но тут бы я хотел заметить, что, анализируя уже 14 лет мы и наблюдаем за президентом, что ни одни из его глобальных решений, скажем, в политике, это там введение суту полупредов, реформы Совета Федерации и т.д. и т.п., они никогда не озвучивались либо в посланиях президента, либо в таких пресс-конференциях. То есть во многом эти события ритуальные и каких-то таких прорывных сенсационных известий мы оттуда не узнаем. И даже то, что было сказано о Ходорковском, это было сказано уже в кулуарах. Поэтому я бы все-таки не стал придавать такого же большого значения этому формату, поскольку у нас в России как-то традиционно формально и неформально разводятся. То есть все главные решения государства, в том числе и в области экономики, вспомню там то, что принимал в 98-м году по дефолту правительство Кириенко, они же не были где-то заранее озвучены. Это все делалось внезапно и без предварительных услуг. Поэтому не ожидал я больших каких-то сенсационных известий. В принципе, мои ожидания не подтвердились. Но что важно, что было особенно интересно, это мотивация, которую привел президент относительно подписания договора с Украиной. — Но украинский аспект мы обсудим уже во второй части. Сергей, что вы можете сказать? Буквально минута у вас. — Минута — это очень мало. — Мы продолжим второй части. Это не значит, что у вас не будет времени. — Да, мне кажется, что это некая корректировка курса. Во всяком случае, на это бы хотелось надеяться. Экономический кризис, который есть в России, которого особенно нет уже ни в Европе, ни в Соединенных Штатах Америки, ни тем более в Китае, заставляет проводить более рациональную политику. Вот мне кажется, что отсюда и решение вопроса по Ходорковскому. Это вопрос инвестиционного климата, это визит Шувалова в Соединенные Штаты, это встреча с американскими инвесторами. Это попытка придержать нашу партию бостонского чаепития, которая, в общем-то, святее Папы Римского и которая делает странные вещи и в Госдуме, и на местах. В Ставрополе книжки на Боково изымают. Портят инвестиционный климат в свое удовольствие. А это стоит миллиарды, десятки и сотни миллиардов долларов странновой капитализации России. 65 10 99 и 6, код города 495. Звоните, высказывайтесь по поводу пресс-конференции глав государства. Продолжим через несколько. Путин и журналисты. Какие вопросы, такие ответы. По большому счету, так и сам Владимир Владимирович отреагировал на те вопросы, которые звучали из уст журналистов. Мы сегодня пытаемся анализировать экономическую заставляющую этой пресс-конференции, которая была накануне. У нас в гостях заведующий отделом политики интернет-журнала «Новая политика» Максим Артемьев, депутат Госдумы Оксана Дмитриева и политолог Сергей Гавров. Вы же, уважаемые слушатели, также можете присоединиться к нашей беседе по телефону 65 10 99 и 6, код города 495. Либо пишите нам на сайт finam.fm, страничка программы «Абсурды». Ну, давайте мы дальше продолжим с того акцента, которым проходила пресс-конференция. Это акцент украинский некий. Ну, как говорили, по крайней мере, как оценили это очень многие наблюдатели. Вот эти 15 миллиардов, которые выделяет Россия, и те объяснения, которые мы услышали из уст главы государства, насколько они вас впечатлили и вы поверили в это, Оксана Генрихова? Потому что мне, например, было очень странно слышать, давайте поможем украинскому народу. Раньше мы не помогали, раньше они были нам не братьями, то есть как-то очень странно. То есть там нет политики, нет каких-то интересов. Что там есть? Первое. Во-первых, я смотрю на это с точки зрения использования средств Фонда национального благосостояния. То есть это получается, все, что сейчас происходит с Украиной, получается доказательство от противного. То, что я твердила в течение, ну, фактически 10 лет. То вкладывая наши доходы от нефтегазового экспорта, фонд национального благосостояния, мы финансируем чужую экономику. Говорилось о том, нет, они там очень хорошо хранятся, это вот наши резервы, а если мы будем тратить это у себя, то это инфляция, это голландская болезнь и еще там что-то. Выясняется, что оказывается, только переложив деньги Фонда национального благосостояния из активов в стран, ну, там, по рейтингу США, Западной Европы и так далее, переложив ценные бумаги Украины, мы все-таки им, оказывается, помогаем. То есть их мы кредитуем, точно так же, как мы кредитуем Фондом национального благосостояния чужие экономики, если мы держим Фонд национального благосостояния в ценных бумагах иностранных государствах. Теперь, с моей точки зрения, ну, лучше, наверное, держать их и за счет этих средств кредитовать Украину, имея на это определенные преференции, а я уверена, что они есть и по поводу транзита газа и, возможно, по международной кооперации в рамках государственной программы вооружения, чем вообще кредитовать совсем, значит, просто так страны западной экономики без какой-либо отдачи. Хотя я полагаю, что любые расходования средств из Фонда национального благосостояния, поскольку это бюджетные средства, они должны быть проведены через бюджет. Это касается не только 15 миллиардов. Значит, через Думу. Безусловно, что значит через Думу? Они должны быть четко показаны. Вот у нас 15 миллиардов, мы их за 450 или больше около 500 миллиардов рублей. Мы их, значит, забираем и вот расходуем, осуществляем кредит иностранному государству. То же самое, кстати говоря, и финансирование Транссиба, который тоже из Фонда национального благосостояния. Я за то, чтобы средства Фонда национального благосостояния использовались внутри страны. Но это бюджетные средства, и для этого у нас есть бюджетная процедура. А то получается, что у нас в бюджете денег нет, школы мы сокращаем, образование сокращаем, сокращаем ассигнование здравоохранения, сокращаем, там денег нет. А из Фонда национального благосостояния у нас вообще очень много денег. Так действительно оно и есть. Но тогда их нужно возвращать в бюджет и, соответственно, по основным бюджетным приоритетам. С точки зрения, что делать за счет Фонда национального благосостояния, чем просто так кредитовать экономику всего мира, так лучше Украину иметь за это еще какие-то политические, экономические дивиденды. Сергей, что вы думаете по этому поводу? Конечно, это не просто кредит. Конечно, это политически мотивированный кредит, по всей вероятности. Конечно, это геополитический выбор Украины. Я думаю, что здесь есть экономические проекты, поскольку крупный украинский бизнес нужно чем-то привлекать. Нужен не только кнут, но и пряник. 15 миллиардов имеет вот здесь сложную структуру. Оксана Генриховна права в том, что, конечно, это не очень прозрачно. Но, наверное, постсоветская Россия вообще не очень прозрачно. Очень важно выстраивать привлекательный образ России. Вот на чем мы сейчас... Возникли такие сложности на Майдане, вообще на Украине. Именно из-за того, что у нас нет привлекательного образа России, привлекательных идей и ценностей, которые бы привлекали эту страну. Это великая проблема. Многие специалисты говорили о том, что у России нет предложения для Украины, по крайней мере, накануне вот этого подписания с ЕС, соглашения об ассоциации. И вот это предложение появилось, я так понимаю. Я так расшифровываю, по крайней мере, эти 15 минут. Да, Максим. Я бы хотел сказать следующее. По такому стечению обстоятельств, одновременно с пресс-конференцией Путина, в Киеве проходила пресс-конференция Виктора Януковича. Но, правда, не для всей страны, а для представителей ведущих телеканалов. И там он говорил довольно-таки тоном победителя. Но если говорить о подписанном соглашении, мне кажется, оно зафиксировало статус-кво. То есть оно показало, что в отношениях, в том числе экономических отношениях между Россией и Украиной, пока вот в обозримом будущем ничего не меняется. То есть сохраняется статус-кво. И видим вот это вот сохранение статус-кво важно одновременно как Кремлю, так и киевским властям. Потому что что мы видим? Мы видим, что Украина продолжает разговор о своей евроинтеграции. Но пока это реальные шаги откладываются на перспективу. Мы видим, что продолжается режим, скажем, различного рода преференций и субсидий, скрытых и открытых для Украины, как они уже продолжались до этого 20 лет. И вот перед этим, накануне, мы помним, что из-за высоких цен на газ, из-за сворачивания на почти, я не помню сейчас, то ли 1, то ли 15% объемов торговли с Украиной, в результате чего Белоруссия вышла на второй план, на Украине уже началась по 20, 30, 40 тысяч в месяц прирост безработицы. Это вот была попытка ухода от статус-кво. И этот уход от статус-кво, видимо, показал, что лучше не делать резких шагов. То есть ни Россия в этом не заинтересована, ни Украина. То есть мы видим, что теперь ближайшее будущее, и опять, Украина, как и все предыдущие 20 лет, говорит нет интеграционным проектам на постсоветском пространстве, но при этом она не выступает против них. Слушайте, ну в наших отношениях за это время, вот в современной истории, не раз Украина меняла свою тактику и разворачивалась на 180 градусов. Но всякий раз она потом поворачивалась. То есть вот, видите, идет тенденция 20 лет, как бы ни рыбы, ни мяса между двух суток. Вот она продолжалась 20 лет, и вот в обозримом будущем я не вижу перспектив, чтобы что-то изменилось. Вот эти вот 15 миллиардов, это не какой-то решительный поворот, а это наша плата за то, чтобы все так и оставалось, как и было. И мы платим вот такой дорогой ценой, да, насколько я понимаю, Оксана Генниховна? Это дорого? Ну, вы знаете, я еще раз говорю, если сравнить с тем, как эти средства использовались до настоящего времени, то это не дорого, а их более эффективное вложение. Другое дело, почему 15 миллиардов можно взять из Фонда национального благосостояния, изъять из иностранных ценных бумаг, вложенные во всей мировой экономике, дать Украине, и при этом одновременно в этих же репортажах идет сбор средств на операцию, значит, одному мальчику, на лечение другой девочки. Это те же самые деньги, они также спокойно могут быть использованы на и закупку дорогостоящего оборудования, и на лечение, и на покупку новых технологий, и на погашение кредитов, и на то, чтобы не брать новые. То есть это все те же самые бюджетные средства. Поэтому эту Украину можно, то есть для того, чтобы доказывать, как их можно использовать, если бы ее не было, то стоило бы придумать, чтобы показать, вот, вы до этого 10 лет твердили, что средства резервного фонда и Фонда национального благосостояния это наш резерв, а не помощь всей мировой экономике. А вот выясняется, что будучи переложены в Украине, это в Украину, это оказывается все-таки помощь. И что деньги это не просто такие фантики, которые нельзя тратить, а то, что это реальные деньги. Реальные деньги. И оказывается, у нас гораздо больше денег. Да. Потому что те цифры, которые озвучивал Путин, там 250, по-моему, миллиардов, это у нас в Фонде национального благосостояния, и 500 с лишним миллиардов, это золотовалютные резервы, это существенные деньги. Ну, они на самом деле внутри, у нас все эти деньги, они считаются внутри золотовалютных резервов, но это огромные средства, и в принципе они могут иметь лучшее, гораздо лучшее применение. И в общем-то, ну вот здесь вот коллега говорил по поводу того, что главное это обеспечить инвестиционную привлекательность России, но мне кажется, что не это главное. Почему? Ну, хотя это тоже неплохо. Дело в том, что у нас огромные собственные, нам не нужно даже искать по миру чужие инвестиции, нам свои собственные, нужно вкладывать в свою собственную страну. После новостей продолжим. — 65 10 99 6, код города 495, звоните, задавайте вопросы нашим сегодняшним гостям. Мы говорим о пресс-конференции Владимира Путина, об экономическом аспекте этой пресс-конференции. Какой вывод вы сделали для себя после пресс-конференции президента? Оправданы ли ваши ожидания? Понимаете ли вы ход развития страны и ее экономики? Ну, по крайней мере, это то, что нас интересует, как люди, которые делают для вас эту программу. А ваше мнение очень важно для нас. Поэтому звоните, задавайте вопросы, рассказывайте. Напомню, что у нас сегодня в гостях заведующий отделом политики интернет-журнала «Новая политика» Максим Артемьев, депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и политолог Сергей Гавров. Один из таких моментов пресс-конференции был банковский, ну, квази-банковский кризис в России, да, скажем так. И тут глава государства сказал, что это нормальная практика, когда центральный банк зачищает хвосты из-за мелких банков, которые проштрафились или ведут себя недостойно на этом рынке или нарушают правила игры. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит в банковском секторе, Оксана Генриховна? Потому что, ну, как-то это все очень странно. Под конец года и просто обвал вот этих отзывов. В моем представлении это тоже происходит достаточно странно, потому что объективных причин для банковского кризиса нет. То есть, да, у банков достаточно ликвидности. И сказать, что у нас есть цепь банкротства заемщиков или физических лиц, или юридических лиц, тоже нельзя. То есть, никаких причин объективных, даже с точки зрения состояния финансового рынка, нет. Теперь, что касается действия центрального банка. Да, есть недобросовестные банки и проведение недобросовестных операций. Но здесь состоит искусство уже регулятора, чтобы привлекать к ответственности или пресекать сделки, которые, значит, незаконные, или незаконная деятельность, для того, чтобы не подвергать опасности вкладчиков и не создавать цепочку банкротств. Потому что, если, допустим, банк прачечный, так вы привлекаете к ответственности должностных лиц. Об этом-то все знают, что он прачечный. Причем давно знают. Да, и давно. Привлекаете к ответственности должностных лиц за мошенничество. И при этом, значит, банк не банкротится, вкладчики не страдают. Потому что там не только физические лица, там, которые, кстати говоря, должники будут, право первой руки, но и юридические лица, которые получат не в первую очередь. Но они, по-моему, вообще не по закону ничего не получат. Нет, они получат, но во вторую, там, в третью, в следующую очередь. А там есть, допустим, в мастер-банке пропали деньги саморегулируемых организаций в строительстве. То есть там много каких-то... Много странного. Да, много странного. Причем с мастер-банком достаточно странно. Почему-то все это возникает после того, как активы свыше 20 миллиардов рублей были переведены, значит, на аффилированные физические лица. Но вот после того, как 20 миллиардов перевести на аффилированные физические лица, то собственники банка, а там частный собственник, ему банк уже больше не нужен. Его можно банкротить, у него можно отзывать лицензию, все, он свои, как бы, активы вывел. А с большинством физических лиц будет расплачиваться АСВ. И такая технология уже не по первому банку возникает. Поэтому можно представить, что, может быть, это и такой запланированный выход из банковского бизнеса. Можно подумать, что это передел рынка. Можно подумать, что это такая подготовка перед возможным следственным вступлением в Россию в ВТО. И так или иначе на наш рынок придут другие банки. Да, уже из-за рубежа. Иностранные банки. И те, кто понимает, что они не могут и не смогут конкурировать, а наши банки вообще, получается, у нас же специфическая банковская система. У нас есть квази-госбанки, хотя они акционерные общества. И все время они хотят стать частными. То есть уйти от государства. Это прекрасно. Вас государство накачало деньгами. Вам, государство, если с вами что-то случится, оно вам всегда поможет. Оно и сейчас продолжает размещать бюджетные средства, потому что у нас от полутриллиона до двух триллионов остатки бюджетных средств, и они, значит, размещаются в коммерческих банках. Создаются различные схемы, когда наши банки, они же малые бизнесы, особенно не кредитуют. Войдите, возьмите там кредит. Они любят кредитовать исключительно под гарантию правительства. Причем у нас и оборонный заказ кредитуется под гарантию правительства. Это просто прокачка дополнительная, совершенно без всякого риска для банка. Он дает под гарантию правительства. Правительство в этом само же будет расплачиваться деньгами и просят банки «возьмите маржу». Вот, пожалуйста, возьмите маржу. Мы вам гарантируем, мы вам все. Вот так у нас функционирует банковская система. Бедные, то есть, ну, они не бедные. Далеко не бедные. Да, банки малые и средние. Часть продолжает крутиться на этом рынке добросовестно, а часть говорит, ну что, мне же никто такого куша и таких преференций, как крупным госбанкам, не даст, ну дай-ка я устрою себя прачечную. Хорошо. Максим, вы хотели что-то сказать? Да, я бы хотел сказать, что проблема с банковским кризисом, ну, кризисом отдельных банков, все-таки не такая простая и на самом деле она гораздо более серьезная, чем кажется на первый взгляд. Что я хотел бы сказать? Вот вчера я начало пресс-конференции Владимира Путина, слушал, будучи в центре Карнеги, где проводился интересный круглый стол по жизни региона, в том числе в социально-экономическом аспекте. И вот первый же вопрос представителей регионов, вот там был, это депутат Екатеринбургской городской думы, это касался именно кризиса банков. Почему? Потому что одно дело в Москве, где сотни банков, и Мастер Банк там один из, а другое дело региональный банк, который является в известном смысле системообразующим в данном регионе. И могу привести такой пример, что все-таки в банке ведь страдают не только флатики физические, там кто держит депозит, но если там фирма держит расчетный счет, то это автоматически бьет уже не по одному человеку, не по одной семье, а по десяткам и по десяткам. Вот у меня, например, круг социальных контактов так очень невелик, небольшой знакомых, но даже в моем, людей, кого я знаю, в двоих семей коснулась эта проблема. То есть вот знакомый у нее муж, директор фирмы в областном центре недалеко от Москвы, где недавно лопнул региональный банк, вот буквально два месяца назад, и его фирма держала в этом банке деньги, и что теперь, и как там проблемы. И другое, это образовательное учреждение, негосударственное тоже, директор его не может произвести расчеты сотрудникам, сейчас надо платить зарплату к Новому году, тоже кризис. То есть на самом деле проблема очень глубокая, влечет за собой не только кризис банковский, но вот если брать в региональном аспекте, это влечет большой кризис. И отношение к банкам, то есть страдает прежде всего вот эта степень доверия, которая была. Да, и хотел, именно региональный аспект тоже важный, потому что все-таки маленькие банки, они где-то еще сохранились в регионах, и вот их падение, оно очень болезненно бьет по ситуации в регионах. Сергей, вам есть что добавить? Да, действительно, репутационный аспект, наверное, очень важен. Переформатирование банковской системы, уменьшение конкуренции, уход мелкого и среднего банковского бизнеса. Мы видим, что ограничивают выдачу наличных очень многие мелкие банки. Да, и крупные уже практически стали ограничены. Тот же Сбербанк. Да, и тот же Сбербанк. Ну, для Сбербанка... Скорточки, вы не снимете огромную сумму. Да, 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 они изменили лимиты, конечно. С 15 ноября, если я не изменю. Но это не критично для Сбербанка, а для мелких банков это критично. В принципе, это, наверное, отражает ситуацию в российской экономике, уменьшение мелкого и среднего бизнеса. А это же во всех секторах происходит. Не может одна социальная подсистема, экономическая подсистема быть абсолютно независимой от других. Вот это очень важная тенденция. Конечно, бьет по людям, бьет по компаниям. Но драматизировать тоже не стоит. Происходит переформатирование экономики крупные субъекты под ВТО, которые, в принципе, должны выдержать международную конкуренцию. Ну, с почтовым банком Японии, например, да, 4 триллиона долларов, примерно. Вообще вся эта ситуация на руку большим банкам, да? Конечно, конечно. Переток вкладчиков неизбежный. Хотя они от этого открещиваются. Ну, я не думаю, что они инициаторы, потому что им ничего не нужно. Понимаете, у них нет никаких... У них настолько деньги текут реками, падают с неба, если что, они неправильно сделали. Ну да, понятно. Да, им все равно все компенсируют, поэтому они сами осознанной политики не проводят. Мне тут буквально накануне, вчера... То есть не лоббируют ее, не лоббируют. Один чиновник рассказал анекдот, который сейчас циркулирует в администрации президента и в Центробанке. Бабушка Эльвира Набиулиной очень сожалеет, что в детстве внучку научила банки закрывать к зиме. Говорят, очень смешной анекдот, и даже те банкиры, которые никогда не смеются, в Центробанке ухахатываются. Ну, такой анекдот. Еще одна тема, которая была... Ну, в целом, я бы характеризовала эти действия как, безусловно, непрофессиональные, потому что в банковской и вообще финансовой сфере мысли материальны, тем более, как бы слова материальны и действия материальны. Можно на пустом месте создать условия для кризиса банковского, ну, а, значит, вследствие банковского, и, естественно, утраты и банкротства для предприятий реальной экономики. По большому счету, что мы можем сказать обычному простому русянину в этой ситуации? Как поступить? Внимательно следить за ситуацией, которая складывается на банковском рынке? Держать только ту сумму в банке, которая застрахована СВ? Или что делать? Или переводить просто свои деньги в валюту, держать под подушкой? Оксана Генриховна. Я... Мне уже неоднократно задавали этот вопрос, просто я на него отвечала следующим образом. Ответить честно на него я не могу. Ответить нечестно тоже не могу, потому что любое слово, оно вызовет соответствующую реакцию на рынке. Поэтому не будете отвечать на этот вопрос. Поэтому не буду. Ясно. У вас, господа, есть какой-то ответ на этот вопрос? Что делать обычному простому русянину в этой сложной ситуации, в которой он оказался? Мое слово менее разрушительно, но я тоже воздержусь, поскольку и банковский рынок, и фондовый рынок, и другие рынки... Чувствительные. Чувствительные, к слову. А инвесторы пугливые. А инвесторы пугливые. Здесь много психологии. Я бы сказал, что лучше меньше, да лучше, поскольку высокий процент, он всегда опасен, и лучше как бы обращаться таким, скажем, системообразующим крупным банком, пусть даже государственным участием, но в нашей стране по-другому нельзя. То есть каждый должен принимать решения самостоятельно в этой ситуации, по крайней мере. 65 10 99 6, код города 495. Звоните, задавайте свои вопросы или высказывайтесь на ту тему, которую мы сегодня обсуждаем. Обсуждаем мы сегодня пресс-конференцию Владимира Путина, именно экономический аспект. То есть те вопросы, которые обсуждали на этой пресс-конференции, и те вопросы, которые задавали журналисты президента на экономическую тему. Еще одна очень важная тема дефшеризация. Хорошо это или плохо, потому что очень многие специалисты говорят, что не надо торопиться. Деньги так просто из офшоров не вывести, потому что сама процедура вывода денег тоже стоит денег. Как-то не странно. Причем это дорого, очень дорого. И не каждый предприниматель или олигарх на это пойдет. Ведь так, Оксана Геннадьевна? Ну я считаю, что вот это абсолютное благо и абсолютно правильное. И более того, неоднократно, когда вот, кстати говоря, принимались решения по кризису, то первоначальный вариант, хотя я была категорически против того, чтобы поддерживать имущественные права крупнейших собственников, но тем не менее финансирование из золотовалютных резервов, потом это было уже отнесено на фонд национального благосостояния, осуществлялось крупнейших собственников вне зависимости от того, российская это юрисдикция или иностранная юрисдикция. Я считаю, что это делать надо. Но постепенно. Почему постепенно? Хорошо, мы продолжим эту тему. Почему постепенно? Вы хотите сразу, прямо сейчас сразу. Во всяком случае, закон... Продолжим после новостей. Я напомню, что сегодня у нас в гостях заведующий отделом политики интернет-журнала «Новая политика» Максим Артемьев, депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева и политолог Сергей Гавров. Мы закончили предыдущую часть разговором о дефшоризации и Оксана Генриховна сказала, что нужно быстро сейчас и моментально провести ее. Почему так быстро? Это практически невозможно. Ну, во-первых, вы переоцениваете эту невозможность, поскольку мы уже сейчас в перерыве обсудили, что еще ни одного закона не принято, есть только заявление президента, в послании. И уже несколько крупных компаний заявило... Почти все, я читал. Ну, не почти все, их больше, но несколько очень крупных уже заявило, что они переводят все свои активы в российскую юрисдикцию. Но закон же будет сформулирован, насколько я понимаю, следующим образом. Вы не можете получить государственную или бюджетную помощь. Мы по бюджету у нас уже федеральному больше 50% инвестиций осуществляется через вложение в уставные капиталы акционерных обществ. И вот, например, по закрытой части в этом году я потребовала, кому принадлежит собственность по стратегическим предприятиям, куда мы вкладываем деньги через вложение в уставные капиталы. Совершенно очевидно, что вот эти вложения через бюджет, они не могут быть осуществлены, может быть, даже и в 2011 году, если эти акционерные общества зарегистрированы в иностранной юрисдикции. Более того, я думаю, что нужно идти дальше и требовать при предоставлении бюджетных средств или даже при заключении крупных государственных контрактов полное раскрытие информации, так же, как в IPO о конечных бенефициариях. Почему-то, когда на биржах мировых осуществляется размещение акций по системе IPO, там требуется полное раскрытие информации, только там мы, наконец, узнаем, кому фактически принадлежит талет. Правильно ли я вас понимаю, что вы за деофшеризацию, но с некоторыми оговорками? Почему? Я без всяких оговорок. За деофшеризацию. И она должна пройти быстро и безболезненно. Для этого Госдума и законотворцы не будут мешать. Не будут принимать какие-то действия и законодательные акты, которые будут препятствовать. Наоборот, мы готовы принять все ваши деньги. Все то, то, что любые бюджетные средства уже по бюджету 2014 года, предоставление бюджетных средств, оно уже шло только в те компании, и финансирование осуществлялось только в те компании, где осуществлена перевод в российскую юрисдикцию. Максим? Я бы хотел несколько слов буквально добавить, что, на мой взгляд, я бы все-таки оценивал бы ситуацию с деофшеризацией экономики не слишком радужно, поскольку, да, компании провели такую пиар-акцию, как бы отчитались на призыв президента, но реальности, мне кажется, процессы будут идти гораздо дольше. То есть, какие бы ни были благие пожелания, даже какие бы ни были законы, мне кажется, в конкретных российских условиях те, кто владел собственностью за границей или активами, да, через границу, они и будут. То есть, всегда найдутся умные юристы, которые предложат такие способы реальным владельцам, чтобы, если реальный владелец не хочет светиться, чтобы он мог уйти в тень. То есть, естественно, это будет продолжаться, но не так быстро, как нам хочется, и как хочется Владимиру Путину в том числе. И тут надо отделять все-таки пиар от этих вот пионерских заявлений «Родина сказала надо», «Комсомол ответил есть» от реальных процессов экономики. Это вот, как вот скажем, цены в рублях, они появились не потому, что стали, государство обязало, да, а потому что реально как бы доллар был вытеснен из повседневной жизни, и люди пришли на эту модель. Тоже, я думаю, будет с оффшорами. То есть, когда вот реально убедятся в прозрачности игры, тогда уже возможно будет вот говорить о реальном факте. Сергей. Да, я с Оксаной Генриховой согласен абсолютно, что деофшоризация нужна. И, видимо, государство, власть созрела для того, чтобы это провести в реальном формате. Достаточно было сказать президенту несколько слов об этом, четкую фразу, и крупные компании, государственные компании на это отреагировали. дело в формулировке? В 19-м году он сказал другими словами? Дело в формулировке. До этого было сказано несколько слов о том, что нехорошо проводить кооперативы новогодние корпоративы. Да, я говорил, спрошу прощения, за казенный счет, за счет компаний. И вы посмотрите, почти все отказались от проведения таких масштабных мероприятий. Это слаженный оркестр, который, в принципе, начал принимать некие указания сверху к исполнению. Это вопрос политической лояльности, это вопрос сохранения бизнеса, это вопрос получения государственных преференций или их потери. Вот в таком комплексе это все очень в России эффективно работает. Давайте послушаем нашего слушателя, Вадима. Он дозвонился к нам. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим Самара. Да, здравствуйте. У меня вопрос к Оксане Генриховне. Да, пожалуйста. Не считаете ли вы, что сейчас будет проводиться определенный такой естественный рубикон между компанией с госучастием, которые возьмут подказырек и будут, так сказать, приводить бизнес в России и частными компаниями, которые, наоборот, видя это, будут выводить бизнес из России. Почему? Потому что кредиты на Западе значительно дешевле, а гарантии неприкосновенности бизнеса почти стопроцентные, в отличие от России. Спасибо большое. Что касается частных компаний, которые не претендуют на помощь из государственных источников, из бюджетов различных уровней, не имеют различные другие формы поддержки в виде государственных гарантий и кредита под государственных гарантий, то есть, если они функционируют совершенно отдельно от предоставления государственной поддержки, то они имеют право регистрироваться где угодно. Но если они, будучи зарегистрированным в офшорах и используя различные схемы, это делается в основном для оптимизации ухода от налогов и при этом еще претендуют на формы государственной поддержки, то это должно быть исключено. Кстати говоря, по соглашениям с ВТО мы не имеем права оказывать финансовую поддержку бюджетную из бюджета иностранным юридическим лицам. Так что это вообще-то общая норма. А организация, зарегистрированная в офшорах, это, собственно говоря, иностранное юридическое лицо. Еще одна тема очень важная, у нас осталось буквально три с половиной минуты, это освобождение Ходорковского, которое прозвучало под финал, фактически после пресс-конференции. Это будет каким-то образом дальше отыграно на инвестиционном климате или нет, Сергей? Я думаю, что будет, конечно, отыграно, поскольку серьезное падение российского фондового рынка произошло после ситуации с Ходорковским. Сейчас все рациональные вопросы, экономические решены, собственность поделена, наследство ЮКОС, это перешло в государственные руки, ТНК мягко вытеснено из России, без всяких обид даже, то есть очень технологично, то есть практические вопросы решены. А вот остался некий груз, непонятно какой, человек сидит в тюрьме, инвестиционный климат портится, образ России портится, мы помним, как Рейган объявил Советский Союз империи зла, это ужасно было, вот всего несколько слов империя зла, а какие издержки, и что случилось с Советским начинают исправлять, поскольку основные содержательные рациональные задачи уже решены. Оксана Геннхемовна. Я не думаю, что это каким-то образом серьезно отразится на инвестиционной привлекательности, да, что будут реагировать, и действительно мы видели, чуть-чуть отреагировали биржи, потом все это снова нейтрализовалось, я думаю, что здесь больше гуманитарная такая составляющая, общеполитическая, вот, ее значение гораздо больше, чем экономическая, и в общем-то, в основном оно в этом и заключается. Максим, а как общество будет реагировать? Я думаю, сейчас, если говорить об экономике, что как вот на глобальных экономических трендах России не отразился резко Дарковского, так и вряд ли отразится его освобождение, тем более, это частное решение по конкретному физическому лицу, а не какое-то, вот, скажем, что-то, принятие законов, которые бы могли изменить состояние экономики. Что говорит об общественных настроениях, то, я думаю, для большинства общества это вопрос очень-то безразличный, и судьба Дарковского, на мой взгляд, интересует, скажем так, ту тусовку, которая вот в Москве есть и в крупных городах бизнеса, а за МКАДом это уже не интересно. Да, это не новость, поэтому я не думаю, что это будет иметь какие-то последствия для общественной и политической жизни в России в обозримом будущем. Оценка, которую дал президент действиям правительства в экономическом аспекте Оксана Генриховна, вы также считаете, что оценка удовлетворительно достойная? Нет, я считаю, что оценка неудовлетворительная, но она неудовлетворительная очень давно, потому что сейчас фактически правительство пожинает плоды неудачной политики всех предшествующих лет, когда сверхблагоприятная экономическая конъюнктура не использовалась внутри страны, а как мы только что рассмотрели по обратному примеру с фондом национального благосостояния, вкладывалась в чужую экономику. Отсюда это и есть причины спада сейчас фактического во всем несырьевом секторе. Я вот хотела добавить по Ходорковскому, как отреагирует население. Оно отреагирует позитивно. Да, позитивно, потому что, да, многих людей это непосредственно не касается, но все все равно понимают, что убийцы, насильники, бандиты очень часто получают гораздо меньшие сроки, уходят по условно-досрочному освобождению и так далее. Большое спасибо за то, что вы к нам пришли, с наступающим вас праздником, всего доброго, это была программа Абсурды, до встречи. Продолжение следует...